Абба Всем привет! Меня зовут Аба. Я хотел бы с вами поделиться несколькими соображениями по поводу вот этой штучки. Рабис Роль Бальшим-то учил нас, что каждая вещь, которую мы видим в этом мире, должна нам служить уроком. Чему нас может научить эта маленькая дурацкая красная штучка? Дело в том, что еврей и в принципе любой человек в мире должен все время находиться в движении. Мы растем только тогда, когда мы двигаемся и стремимся вверх. В момент, когда мы останавливаемся, то мы сразу падаем. И поэтому спиннер может нас научить тому, что никогда нельзя останавливаться. Все время двигайтесь и крутитесь. Все время растите. Тысячи людей на планете в эту секунду крутят спиннер. Дело в том, что им просто приятно. Вопрос он, как может доставлять удовольствие такая маленькая безделушка, совершенно бессмысленная, не переносящая никакой пользы. Дело в том, что учит нас Тора, что Всевышнему приятны наши даже самые маленькие поступки. И это урок, который можно извлечь из спиннера. Даже самое наше маленькое действие, монетка, опущенная в сдоку, или надетый тфелин, зажженные свечи, или просто помощь другому человеку, для Бога является большим-большим удовольствием, точно так же, как для меня сейчас крутение вот этой штучки. Итак, урок номер три. Царь Соломон говорил, что самая сильная веревка, это веревка, которая сделана из трех нитей. Все знают, что самый быстрый спиннер, это спиннер, у которого есть три лопасти. Раз, два, три. Только он достигает максимальной скорости. В мире цифра три, она на самом деле очень важна. Еврейские мудрецы подчеркивают и говорят, что на трех основах стоит мир. Всем известно, чтобы стул стоял, нужно как минимум три ножки. Спиннера три лопасти. И поэтому он так быстро крутится, а у мира три основы. Если вы в своей жизни будете использовать три вещи, тогда ваша жизнь будет максимально быстрой, скорой и устойчивой. Первая вещь – это изучение Торы. Вторая вещь – это добрые дела. И третья вещь – это наше общение с Богом. Если у вас будут три эти основы, вы всегда будете самыми стойкими и быстрыми. Так что, ребята, не забываем о трех вещах. Как часто мы в нашей жизни много вещей делаем одновременно. Спиннер это доказывает. Можем идти по улице, жевать жвачку, говорить по телефону, крутить в руки спиннера, еще думать о чем-то третьем и слушать музыку. Дело в том, что главный урок, который можно извлечь из того, что наши руки заняты, но при этом происходят еще другие процессы, это то, что нужно наполнять наше время с мудростью. Нужно реально думать, чем мы сейчас занимаемся. Можем ли мы сделать больше и должны мы ли совмещать какие-то вещи. Поэтому, ребята, на самом деле, если в нашей жизни мы только зацикливаемся на одном, то успеха никогда не будет. Нужно помнить, что всегда мы должны посвящать время для добрых дел, для изучения Торы, даже если в голове мы целенаправлены только на успех в деньгах. Так что, ребята, совмещайте вещи с мудростью.